Жестокие убийства, сотни пострадавших, многомиллионный ущерб. Уходящий год запомнится громкими уголовными делами, о которых говорили не только в набережных Челнах, но и на федеральном уровне. В расследовании многих этих преступлений еще не поставлена точка, и об их итогах мы расскажем в выпусках программы Челны 24 в новом году. А пока предлагаем вспомнить лишь несколько самых громких. Со слезами на глазах просила ее вернуть деньги или же квартиру. О том же просит еще около 200 пострадавших от риэлтор-агентства недвижимости «Респект» Альбины Сазоновой. Ущерб по неофициальным данным около полутора миллиардов рублей. По версии следствия, женщина с 2018 по 2020 годы брала деньги, обещая продать жилье по ценам на 15% ниже, чем у застройщика. Но никто из ее клиентов не получил квартир и уже не может вернуть деньги. Сейчас Альбина Сазонова в СИЗО. Мужу я сегодня сказала. Три месяца я не решала сказать. Ну, хлопнул в дверь и ушел. Еще не менее полутора сотен пострадало от фирмы «Мировой Турплюс», которая работала в Челнах по франшизе «Пегас Туристик». В сентябре турфирма объявила о своем банкротстве из-за коронавируса, а ее клиенты потеряли деньги. Оказалось, что средства, отданные за путевки, куда-то пропали и отправиться на отдых люди не смогли. Вместо этого они вынуждены участвовать в судебных тяжбах. Учредитель компании Марина Петрова находится под домашним арестом. За два дня люди собрали мне 500 тысяч рублей. Через два дня я уже фактически погасила один кредит, который у меня был большой на 500 тысяч. Осталась ипотека. Многодетные челнинки Кристине Матвеевой помогли неравнодушные люди. Женщина – одна из потерпевших от действий фонда «Гафаров и партнеры». По версии следствия, учредители фонда собирали деньги под предлогом извлечения прибыли, обещая баснословно высокие проценты от вложений, как в классической финансовой пирамиде. Общая сумма ущерба оценивается в 40 миллионов рублей. Эрик Гафаров и его партнеры скрылись за границей. Они объявлены в международный розыск. Нанес не менее трех ударов топором в область головы, а также в область левой руки. Сложно поверить, что этот скромный с виду мужчина – убийца, который совершил преступление с особой жестокостью. Среди бела дня на оживленной улице Алмаз Маликов взор убил топором своего соперника – молодого человека своей бывшей жены. Он поджидал жертву, натравил на Егора Бабенко собаку, после в ход пошел топор. Затем мужчина направился за бывшей женой, но ее спас коллега. Этот кровавый случай прогремел на всю страну. Расследование продолжается, а суд по этому резонансному делу пройдет в Верховном суде Татарстана. Тагир Закиров, Эльмира Гайнудинова, Челны, 24.